Мы за кадром с вами обсудили. Здравствуйте, что вы первый раз в Казахстане. Я бы хотел получить какую-то обратную связь, то, что вы уже увидели, то, что вы успели посмотреть, насколько вам это нравится или не нравится. Прежде всего, хотел бы отметить, что Казахстан прекрасная страна. В этот раз я успел побывать только в Астане, очень красивый город. Надеюсь, в следующий мой приезд у меня получится посетить больше места. Я живу в городе Лос-Анджелес, Калифорния. У нас очень плотный трафик на дорогах, похоже на Астане. Много машин, много бизнеса, много производств. Ощущается ритм жизни большого города. Должен сказать, что я очень люблю ходить по ресторанам, пробовать новые блюда. Мое самое любимое сочетание – мясо и овощи. И здесь такой широкий выбор мясных блюд – настоящие деликатесы, которые я бы никогда не смог попробовать в Калифорнии. Удивительно, как мы только начали разговор, вы уже сделали два потрясающих комплимента стране. И сравнили с Калифорнией, и похвалили нашу кухню. За что вам большое спасибо. Но самое важное, конечно, это культура и люди, которые очень тепло тебя принимают и дружественно расположены. Как иностранец, ты чувствуешь культуру и настрой принимающей страны особенно ярко. Местные жители всегда готовы помочь, объяснить, и это прекрасно. Ну, нужно понимать, что, скорее всего, это командировка. И, очевидно, нужно представить нашим зрителям, что вы являетесь вице-президентом по обучению, а главное, вы входите в совет директоров большой компании «Герпалаев». Я думаю, что вы видите, ну, там, продукцию у нас на столе. Понятно, что любые командировки, тем более, там, учитывая вашу должность, это какое-то большое событие. Расскажите, пожалуйста, под какое событие вы приехали сегодня? Да, я работаю в международной компании «Гербалайф», одного из международных лидеров по производству продуктов питания для активного и здорового образа жизни. Моя задача – рассказывать о наших продуктах и о базовых принципах сбалансированного питания. Наша бизнес-модель – прямые продажи, и у нас много независимых партнеров в разных странах. Мы называем регион русскоязычным, но это и устаревший термин. Люди здесь говорят на самых разных языках. Каждый год мы проводим крупнейшее мероприятие «Экстраваганза», и я приехал, чтобы принять в нем участие. Я буду проводить тренинг по нашим продуктам для более чем 8 тысяч человек. Это и есть причина моего визита в Казахстан. Успех компании определяется успешностью ее членов. Очевидно, мы уже знаем ваши должности. Нужно отметить, что вы должны считать себя успешным человеком. Но, возможно, я не прав. Разубедите меня или подтвердите, что я, собственно говоря, все правильно думаю. Отличный вопрос. Я считаю, что успех – понятие относительное. Все зависит от того, где ты родился, в какой культуре вырос. Независимо от культуры и воспитания, здоровье является одним из ключевых параметров успеха. С этой точки зрения, я считаю, что я достаточно успешный человек. Хотя мне тоже в свое время приходилось преодолевать некоторые трудности. Здоровье для меня – это не только физическое, но и ментальное здоровье. Здоровье моей семьи, то есть качество жизни в целом. То, как я ощущаю себя в повседневной жизни, на работе, с семьей, с друзьями. Многие люди понимают успех достаточно узко, как что-то материальное, часто ассоциируя его с уровнем финансового достатка. Какую машину ты водишь, какие марки одежды носишь. Однако я считаю, что успех – это то, как ты себя ощущаешь, и в насколько хорошей физической и ментальной форме ты находишься. Если я правильно понимаю, то действительно успех воспринимается большинством наличием денег, и чем больше их, тем успешнее кажется человек. Но в вашей парадигме вы будто бы расширяете границы и говорите о том, что успех должен исходить из массы вещей, в том числе исходящих изнутри. Правильно ли я понимаю, что вы и вся компания пропондируют именно вот такой подход к восприятию успеха? Великолепный вопрос. Я об этом часто размышляю. За последние 15 лет в Калифорнии, да и в целом в США, жизнь очень изменилась. Технический прогресс, который казалось бы только на пульсе, привел к тому, что все больше людей чувствуют себя одинокими. Вот сейчас мы с вами разговариваем, а потом каждый из нас возьмет в руки мобильный телефон и погрузится в него. И это мы, взрослые люди. А представьте, каково жить в цифровом мире молодым. Многие из них вообще не понимают, что общение должно происходить на личном уровне. Они чувствуют себя одинокими и ищут поддержку повсюду. Да, конечно. Сейчас существуют специальные приложения, где ты можешь пообщаться со специалистом в сложный момент своей жизни и получить поддержку. Но вопрос действительно очень серьезный. Ты можешь иметь финансовый успех и не чувствовать, что ты реализовал свой потенциал в жизни. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что независимые партнеры Гербалаев чувствуют себя частью единого сообщества единомышленников. Они знают, что у них есть миссия. Для кого-то она состоит в том, чтобы делиться своими знаниями о сбалансированном питании. Для кого-то строить собственный бизнес. Но главное, что присоединившись к сообществу, они обретают цель и смысл в жизни. И я считаю, что именно это делает нашу компанию уникальной. Если у вас данные, правильно ли я понимаю, что запрос на здоровый образ жизни и в целом стремление к успеху вот в таком, в общем формате, что мы сейчас обсуждаем, оно во многом обусловлено тем, что выросло новое поколение, которое учитывает ошибки старших и понимает, что нужно делать, а что делать не следует. Однозначно. Я постараюсь ответить покороче, чем на предыдущий вопрос. Мне кажется, что молодое поколение в какой-то степени возвращается к ценностям прошлого. Люди больше обращают внимание на то, что они едят, выбирают более здоровую пищу. Они также задумываются об устойчивом развитии, и думают о будущем нашей планеты на 5-6 поколений вперед. Конечно, они понимают, что технология это хорошо, но это еще не вся жизнь. Возможно, нужно вкладываться не в технологии, а в окружающую среду. Отвечая на поставленный вопрос, скажу, что я убежден, что новое поколение многое меняет. Меняет наши отношения к жизни, меняет тренды и саму культуру. Вы находитесь в прекрасной физической форме, и мне кажется, кто как не вы можете сформулировать какой-то совет человеку, который собирается начать заниматься, собирается начать вести здоровый образ жизни, но с понедельника. Это известная шутка, я думаю, что она довольно универсальна, международная. Это правда. Мы часто думаем о том, чтобы начать заниматься собой здоровьем, и каждый раз откладываем этот вопрос назад. Лично я поддерживаю свою физическую форму в течение всей моей жизни. Тем более сейчас, когда я становлюсь старше. Нужно понимать, что чем дольше мы остаемся в хорошей форме, тем дольше мы поддерживаем нашу мышечную массу в тонусе, а кости прочными. А это значит, что мы имеем шанс прожить дольше. Более того, когда мы тренируемся, работают не только наши мышцы, но и мозг. Для этого важно совмещать упражнения с отягощениями и кардио. Но я считаю, что не менее важно вести активный образ жизни на ежедневной основе. Пока мы можем самостоятельно причесываться, разбираться с бытовыми счетами, готовить еду себе и родным, то есть чем дольше мы будем оставаться самостоятельными, тем больше у нас будет шансов на активное долголетие. Каждый из нас достоин долгой жизни и хорошего самочувствия. Даже в моем возрасте, а мне, 53 года, я вижу, как некоторые мои друзья начинают жаловаться на различные недуги. У кого-то болят колени, у кого-то ломят спину, а кто-то начинает терять память. Так что спасибо за комплимент. Я считаю, что чем раньше мы начнем заботиться о себе, дольше мы проживем. И тем лучше будет качество нашей жизни. Так у людей повелось, что мы сформируем свое впечатление о человеке исключительно по внешнему виду. И в сегодняшнюю пасмурную погоду я вижу вашу улыбку и вижу, что вы счастливый человек. Расскажите мне, пожалуйста, свой рецепт счастья. Благодарю. Можно долго перечислять, что делает человека счастливым. Лично для меня это самореализация. Я женат, у меня двое детей, я всегда мечтал о такой жизни. И каждое утро просыпаясь, я счастлив видеть мою семью. С другой стороны, у меня есть друзья, которые не женаты, и у них нет детей. И они также счастливы. И это прекрасно, даже если я их понять не могу. То есть, на мой взгляд, то, как ты самореализуешься в обществе или семье, это пункт номер один. Пункт номер два — это регулярные физические нагрузки. Каждый день я занимаюсь спортом около двух часов. Каждый день я пробегаю дистанцию не менее пяти километров. Что доставляет мне огромное удовольствие. В том числе и с точки зрения ментального здоровья. Конечно, здесь, в Астане, у меня нет возможности столь активно заниматься. Но ежедневные тренировки — это важная составляющая счастья для меня. Что не менее важно, это здоровый и полноценный сон. Мне повезло. С раннего возраста я любил спать не менее семи часов. И после этого вставал в прекрасном расположении духа и отличном самочувствии. Ну и, наконец, сбалансированное питание. Да, я люблю сладкое. И, как я уже говорил, очень люблю мясо. Я не питаюсь только салатами. Однако мой рацион сбалансирован. Он включает большое количество овощей, фруктов, витаминов и минералов, растительных волокон и других полезных макро- и микронутриентов. Поэтому я могу иногда съесть шоколадный тортик, когда я этого хочу. Вот это и есть четыре составляющих моего личного рецепта счастья. Существует шаблонное восприятие, которое мы сегодня уже обсуждали, что люди часто в погоне за успехом добиваются его в том формате, в котором они себе его представляют. Чаще всего это финансовая какая-то независимость. Но очень часто у них нет... Ну, они не счастливы от этого. Более того, они теряют какие-то там контакты с родными, близкими и так далее. Если я правильно вижу, а я уверен, что я правильно вижу, вам удалось совместить... Я могу назвать вас и успешным, и счастливым человеком. Или не так? Все-таки вы считаете, что вот где-то у вас больше баланс нарушен. Ну, в какой-то из этих сторон. Замечательный вопрос. Я об этом часто задумываюсь. Я смотрю на коллег из других крупных компаний, и зачастую вижу, что они меряют жизненный успех карьерными достижениями. Вот вы работаете в медиабизнесе, в престижном издании Esquire, известном по всему миру. Вы известный журналист, что, несомненно, считается успехом в вашей сфере. Я смотрю на коллег из других компаний, и вижу, какой огромный стресс они испытывают на работе. Они постоянно борются за свое место под солнцем, чтобы получить больше полномочий, более высокую зарплату, да что угодно. Важно то, что они измеряют свой успех корпоративными мерками. Лично я считаю такой подход искусственным. Это не делает человека счастливым. Чтобы человек работал эффективно, нужно использовать его природные таланты, так называемые soft skills, и дальше их развивать. В чем я вижу проблему во многих крупных компаниях, так это в том, что они возлагают на сотрудников обязанности, которые им не подходят изначально. Например, менеджерские функции, или что-то другое. А человек просто не создан для этого. Но, несмотря на это, корпорация продолжает настаивать на свое. Ответ получился слегка сложным. Возвращаясь к вашему вопросу, что делает меня счастливым, в частности, то, что я стараюсь работать в сфере, в которой мои навыки и знания наиболее полезны, и где я могу их реализовать. Давайте пофантазируем. Представьте, что у вас есть, могут исполниться два ваших желания. Используйте одно желание для себя лично, в эгоистических целях, эгоистичных целях. А второе желание, то, чего бы вы хотели для всех людей, разделяющих ваше мировоззрение. Вот это журналистика высокого полета. Прекрасный вопрос. Начну с первого, личного. Сегодня мы говорили об успехе, о счастье. Я бы сказал, что лично для меня счастьем будет продолжать стремиться к самореализации на протяжении всей моей жизни. Мой личный страх, я часто разговариваю об этом с женой, это то, что наши дети вырастут, уедут из дома, и вдруг я обнаружу, что я ничего не сделал для самореализации. Что вся моя работа состояла в том, чтобы вырастить и воспитать детей. Кстати, подход моих родителей был иным. Они думали не только о детях, но и о самих себе. Для нас с женой все по-другому. Что касается второго желания, мне кажется, что сегодня, как никогда, многим людям требуется поддержка. Мы живем в сложные времена. Инфляция, проблемы с цепочками поставок, сложности с поиском работы, и как результат, многие люди испытывают трудности. Сужу по Лос-Анджелесу. Проезжая по городу, вы видите большое количество людей без крыш над головой. Многие из них потеряли работу и не имеют никаких источников доходов. Людям нужна поддержка. Уже невозможно вести себя, как раньше. Один ковбой против всех. Людям важно чувствовать себя частью чего-то большего, частью комьюнити, и знать, что они могут рассчитывать на ближнего. И это то, что я бы хотел пожелать не только моим единомышленникам, семье, близким или коллегам, но всем людям, живущим в современном мире. Спасибо вам большое. Это было потрясающе. Я уверен, что люди, которые нас посмотрят в записи, я надеюсь, что все то, что мы сегодня с вами обсуждали, заставит их чуть-чуть задуматься, подняться, в конце концов, с дивана и стать чуточку лучше. А нам многого и не надо. Пусть будет хотя бы чуточку. И спасибо за ваше время, энергию и потрясающее интервью. Спасибо большое. Спасибо. Это круто.